Ребятки, приветствую! Пока тачки стоят, не продаются, не покупаются, решил сделать обзор на коронавирус, потому что многие ничего о нем не знают, все знают какую-то свою правду. Я хочу поговорить сейчас о том, как нас кинуло государство, да? Давайте поговорим об этом. И начнем, ну, из такого заглавления. Все носят маски. Господа, вы хоть знаете вообще цель назначения этих масок? Все, когда их одевают, почему-то думают, что они сейчас спасут от текущего коронавируса. Нихера, господа, давайте читать и учить медицину. Марлевая четырехслойная повязка, только она вас будет спасать от заражения. Всю вот эту херню за 30 копеек, которую вы одеваете, которая сейчас стоит 20 рублей минимум, да? А то и 100, а то и 200. Все, что вы сейчас одеваете, оно максимум не дает заразить других, если вы чем-то больны. Хотя я думаю, что большинство из нас ничем не больны, а просто одевают, ну, тренд такой, да? Типа не заразиться. На самом деле, все вот так. Итак, поехали. О государстве. Что нас, почему нас кинуло государство? Оно дало нам 30 дней и сказало, ребята, ебитесь как хотите вообще. Почему ебитесь? Потому что оно сказало, что нам сохранят зарплаты, нам что-то сохранят, но по факту нам ничего не сохранили. Нас просто кинули, господа. Нас на месяц кинули. Официальная заработная плата по России, уважаемый Владимир Владимирович Путин, прекрасно знает, насколько у нас люди умеют обходить законы касаемо выплат. Касать я наебалово по реальной заработной плате. То есть человек, который официально зарабатывает 6, а не официально 70, он сейчас получит 6 тысяч рублей. И работодатели не будут о нем беспокоиться вообще. Они не будут париться. Им похрен. Тебе не устраивает, увольняйся. Им точно так же государство ничего не даст. И поскольку к ним государство относится так же, они точно так же будут относиться к тебе. Собянин ввел штрафы по 4-5 тысяч рублей за перемещение. То есть один в тачке, я буду ехать, я кого-то заражу. С меня пятак надо сейчас содрать. То есть Собянин, я считаю, он официально сейчас инспектором ГИБДД дал по пятаку зарабатывать с каждого. Мы же понимаем, что сейчас все будет происходить другим путем. Либо я забираю тачку, либо положи мне в задний карманчик немного денег. И мы с тобой вопрос уладили. Понятно. Вот такая ситуация у нас сейчас идет по заработку. То есть кто-то будет зарабатывать, а кто-то будет сосать. Сосать конкретно будем мы. Потому что режима карантина и чрезвычайного положения не вводится. Мы все сидим в надежде, как нам прожить месяц. Хотя государство, имея федеральные резервы, обязано было просто тупо выплатить по 30 тысяч рублей и сказать, господа, это вам на еду. И все. А им похрен. Никто, никакой. Вы берите у работодателей своих. А работодатель, он закрыт, он не работает. Государство почему-то взяло какие-то структуры, как будто бы все работают официально. А люди, работающие в ресторанном бизнесе, да, те, которые заработок зависят ежедневно. Давайте так, зарплата реальная официанта в день, выход, да, варьируется 300-500 рублей, 1000 рублей. Это максимум, что происходит. Официант, он не будет официально трудоустроен. Ему работодатель ничего не даст, его ресторан закрыт. Он терпит сейчас колоссальные убытки, которые государство ему сейчас точно так же не даст. То есть, нас кинуло государство, но где-то частично решило пойти по европейскому какому-то пути и так далее. Что касаемо заражения, господа, когда нам говорят, что в России не так все сильно и сложно, я сегодня почитал по официальным данным. Из 500 тысяч тестов, проведенных по всей России, да, 2800 зараженных, можете меня поправить, наверное, ну, цифра увеличивается, да. А, нет, прошу прощения, 4800 уже. 4800 зараженных на 500 тысяч проведенных тестов. Ну, политика, ну, арифметика очень простая. Получается у нас какая ситуация? Если провести миллион тестов, будет 8000 зараженных, да, 10 миллионов это 80 тысяч зараженных, 100 миллионов это 800 тысяч зараженных, в России проживает 147 миллионов населения. Соответственно, где-то теоретически состояние сейчас заразившейся в стране порядка миллиона людей, ребята. Это миллионов людей, у нас нет тестирования. Мы почему-то, как обычно, помогаем всем другим странам. Это мы любим, да, в Сирии проводим операции, предотвращаем какие-то теракты, непонятно. Люди, мне кажется, сейчас даже террористы не думают о терактах, они думают, как о них выжить. Но, тем не менее, мы отправляем помощь Италии, мы отправляем помощь в США, а потом выясняется, что мы ее продали, оказывается, да. Хотя я думаю, что США не настолько Зимбабве, да, которым нужна помощь. Сейчас, в данный момент. Я думаю, Трамп, он последнее, что сделает, попросит у России помощь. Поэтому такой короткий обзор пока делать нехрен, тачек нет. Послушайте про коронавирус. Спасибо. Пока.